За налогу, у меня знакомые там тоже участок дали. Там же разные, кстати, выставки. Наши 12 участков, но еще ближе сюда. Но ему дали вот как дорогу, вот это, к пляжу. Едешь справа, там продают за 150 тысяч. Меня зовут Наталья. Я получила как многодетный участок на В-22 в 2013 году. С детьми, с тремя мы там построились, живем. В прошлом году нам провели воду, помогли, но мы до сих пор живем без газа. Отапливаясь электричеством, очень дорого. 10 тысяч в месяц примерно выходит. У младшего ребенка он на инвалидности, поэтому, конечно, на это требуются еще дополнительные затраты. Мы ходим к дефектологу платно, но это уже другой разговор. То есть хотелось бы, чтобы все-таки администрация услышала нас, провела нам газ, чтобы нам как-то немножко хоть полегче жилось. Очень много обращений у меня. Начиная с 2013 года, сразу же я начала просить о том, чтобы был газопровод и вода. Но вот воду я дождалась только в ноябре. Куча отписок, вот целая папка. Все это у меня имеется. Вы знаете, все пишется так сказочно, интересно, что даже мне, простому человеку, это непонятно. Но факт тот, что проводите сами, помогать они не готовы. Есть майские указы президента, где четко говорится, что земля многодетная должна предоставляться с коммуникациями. Коммуникация это что? Электричество, водопровод, газ, газопровод. Ну и, естественно, дорога. На данный момент газ есть рядом. Вот, он у соседей. Соседи вели, это частная ветка. Ну, просят за врезку там более 100 тысяч рублей. Это только за врезку. Вот, так как мы обычная семья, я одна воспитываю трех детей. Таких денег у меня нет. Заплатить только за врезку. Не могу не остаться благодарной за то, что все-таки у меня появился, у меня появился водопровод. Есть электричество, но по поводу газопровода, конечно, три года платить такие суммы, я эту ситуацию могу оценить как на два. Вот, я оформила субсидию. Вот с 10 тысяч мне вернули 2 800. Ну, это смешная сумма, учитывая, что я одна с тремя детьми. Меня зовут Каламиченко Александр. Я отец многодетной семьи. У меня сейчас на данный момент уже четверо детей. Три дочки и сын, которого жена подарила мне этой осенью, летом вернее. Вот. Нам в прошлом году по весне выдали земельные участки. Ну, конечно, мы ждали их с нетерпением, согласно наших законодательствах, что нам дадут земельные участки с подведенными коммуникациями. Это у нас получается электричество, вода и канализация. Ну, когда нам показали наше поле, которое находится напротив мясокомбината, мы, конечно, немножечко, ну, даже не знаю, как это русскими правильными словами сказать, отюмели, скажем так. Да, как говорится, земля там хорошая, чтобы посадить пшеницу. На самом деле там ничего нет. Некоторые участки даже, получилось, выдали в лесополосе. То есть людям еще придется выкорчевывать деревья за свой счет. Вот. Ну, хоть на этом нам дали участки. И громко нам произнесли, все мы вам сделаем. На данный момент нам только энергосети пообещали провести электричество вот в этом семнадцатом году. Заключились с нами договора. А насчет всех остальных коммуникаций, воды и канализации, сказали, что в бюджете у нас даже нет денег, чтобы рассчитать этот проект. И в ближайшее время не ожидайте. Ну, вот на данный момент там нашлась одна женщина, скажем, которая храбро и залила фундамент. Больше никто ничего, кроме своих колышков, ничего там не оставил. Я хотел бы в этом году уже начать тоже копать котлован, строить, заливать фундамент. Как бы тот же материнский капитал, который дало нам государство, есть. Но без электричества и без воды это невозможно. Насколько я помню, более трехсот человек, кому выдали там участки семей. И сейчас стоит ситуация, что многие семьи кричат, что зачем нам такая земля, мы ее вынуждены будем продать. По природному газу мы уточняли, там недалеко проходит ветка, но ее мощности на наш участок не хватит. То есть надо газ тянуть заново. Я понимаю, что они все здраво отчитались перед президентом, что да, мы лучшие, мы уже выдали земельные участки. Но зачем, кому и где, как бы в этих отчетах, видимо, не значилось. Потому что, ну, на самом деле, то поле, даже если рассматривать правильно, оно большое. Нам дали в самом дальнем углу многодетным. Впереди решили построить там многоэтажки. Ну, то, что надо, единственное из всего этого, это, как пообещали нам школу, детский садик. На рисунке показали, вернее, что это все будет когда-нибудь. Но на данный момент, я думаю, что администрация наша не то, что не справилась, а просто поставила галочку в своем зачете. По электроэнергии, вот действительно, что вот единственное нам сказали, что нам обойдется это в 500 рублей заплатить. Дай бог, вот как они сказали, мы протянем столбы, поставим подстанцию, и уже от вашего участка вам надо будет к столбам подключиться за 500 рублей. По поводу газа, ну, скажем так, мы даже не оценивали, мы просто узнали, что даже если на улицу просто кинуть, если будет газ, это с участка выйдет где-то в районе 300 тысяч. Продолжение следует...